привет друзья сегодня 10 января 21 года прошел новый год рождество я вас поздравляю с этими праздниками в новый год с новыми надеждами с новыми силами и без всяких карантинов хотелось наш канал уходил немножко на отдых отдохнули набрали сил пока до марта питомник еще будет на каникулах мы продолжаем наше путешествие отдых по друзьям коллегам делимся опытом делимся наработками смотрим обсуждаем новинки кое-что уже присмотрел приобрести поэтому оставайтесь нами надеюсь будет интересно сейчас мы продолжим цикл наших роликов хотелось бы конечно от своих подписчиков и зрителей какой-то активности поэтому я предлагаю вам в комментариях оставать оставлять активно вопросы либо темы которые вы бы хотели услышать обсудить раскрыть поэтому будьте активны это моя к вам просьба так что мы с вами не скучали вопросы могут касаться не только сортам но и питанию поливу защите и так далее на сегодняшний момент друзья мои хотел бы остановиться на том интересном факте что у нас трой год аномально теплая зима здесь по террасполе и до нового года недели после нового года недели ну скажем так днем доходила температуру 12 13 градусов ночью опускалась где-то на 4 6 и поэтому это не камильфу это не хорошо в том году друзья ко мне обращались и просто подписчиками с вопросами почему многие кусты не перезимовали почему произошло так что что вроде бы как и укрывались некоторые кусты и морозов конкретных не было некоторые не укрывались и тоже морозов не было но к сожалению большой процент погибших глазков лосс и некоторые кусты вообще завещали долго жить при зиме получается так что есть две стадии покоя это активная и спасены либо вынуждены активно это когда у нас еще формируются глазки когда накоплены скажем питание претерпевает какие-то изменения в среднем где-то до января месяца до конца января как утверждает наши ученые продлевается в дальнейшем это уже называется фаза так называемого вынужденного покоя когда растение уже готово продвигаться развиваться дальше но ввиду неблагоприятных погодных условий она вынуждена еще спать но получается что в этот период когда именно вот эта фаза вынужденного покоя у нас наступают вот такие вот теплые периоды либо их вообще не было мороза в том году моим питомник если не ошибаюсь температура падала где-то на уровне 7 градусов поэтому растение продолжает всего даже если фаза активности еще не началась активно высокое движение но никто не отменял биологических законов то есть растение продолжает дышать растение продолжает использовать углеводы терять и до того что все на биологический процесс кита проходит и мы имеем последние негативные последствия которые наблюдаем а именно большой потери питательных элементов в виде углеводов которые накопили опять же влаги было на недостаточно давайте теперь к этим фактором то бишь потеря углеводов и при дыхании малого количества влаги добавим еще такой фактор как перегруз прошлом сезоне болезни вредители которые доставали не давали нам развиваться нормально еще сюда же можно отнести допустим весенние аномалии аномалии до на текущий момент курс мечта называется сорта путишь не всегда я тут у друзей я уже вижу что почки вот они подорваны то есть энное количество чешуях закрывают глазки на сегодняшний момент эти чешуйки как бы при вскрытые говорит о том что какое-то сколько движения минимально все равно началось я не резал не смотрел но чешуйки уже не плотно закрывают глазок и поэтому дальнейшем они очень сильно будут подвержены морозом к сожалению выях на текущий момент из теплой зимы то что меня устраивает это выпадение хоть каких-то осадков виде дождя по прогнозам синоптиков вроде бы у нас уже после 12 идет похолодание морозы это тоже неплохо дабы надо микрофлору и фауну которые считаем у себя негативными виноградниках хоть немножко погонять хоть немножко что-то погибнет что-то не перезимует в общем мое мнение зима должно быть зимой весной весной соответственно достаточно теплой яркой к прошлому году еще могу добавить многие пострадали ввиду того что началось активное сокодвижение именно сосуды уже начали набирать свой тургор и произошло замязание за понижение температур сейчас мы может быть будем то же самое наблюдать потому что грозятся до 15 градусов мороза здесь ну поживем увидим что называется ну наверное пока все все мира и добра жду ваших вопросов мне будет приятно поделиться своим опытом принять его другой вы наверно может быть призывали каких-то вопросов будьте находить ответы которые вы долго искали если я конечно смогу всех благ друзьям и до новых встреч